Здарова всем! Очередной анбоксинг и очередной обзор. У нас в обзоре квадрокоптер Hubsan X4 Cam Plus. Модель конкретно H107C Plus. Так вот, рассмотрим сперва коробочку. Сзади у нас тут джойстик. После 14 лет разрешается к использованию. Ну и в принципе особо технические характеристики здесь не описаны, кроме как вот такими вот картинками. Ну то есть переворачивается на 360 градусов управление 2,4 ГГц. Камера HD. Затем поддержание высоты, как я понял, и для полетов снаружи, и для полетов в темноте. По идее предназначен квадрокоптер. Здесь у нас краткая такая информация по безопасности. С другой стороны ничего нету. Ну тут у нас просто картинка и краткое изложение, что быстро и легко научиться летать для любого человека. Открываем коробку, смотрим, что у нас внутри. Надо сказать, запаковано все достаточно хорошо. Еще нужно уточнить, что данный квадрокоптер я покупал в Финляндии, в обычном магазине. Вот, то есть у нас такое содержание. И здесь есть уже настоящая инструкция. Просто если из Китая, например, приходит квадрокоптер, там обычно все очень сжато. Буквально листок А4, но тут все у нас более-менее подробно изложено. Вот. Также еще по безопасности инструкция. Тут, скорее всего, про батарейки и так далее сказано. Что ж, квадрокоптер у нас, как видно, небольшой. Закрыт он вот таким прозрачным пластиком. Снимаем пластик. Ну и смотрим, что у нас здесь есть. Так, хорошо, запасные лопасти у нас есть. И это, как я понял, прибор для замены лопастей. Скорее всего, утверждать не буду пока что. Ну и сам квадрокоптер. Такой он маленький, достаточно компактный. Вот, по идее, как я понял, на таком квадрокоптере можно даже и внутри помещения летать. То есть он должен быть такой удобный, компактный. Так, у нас есть кабель microUSB. Это, скорее всего, для зарядки. И у нас есть зарядник. Тоже USB. С гнездом. Ну, у нас нету сам аккумулятор. Скорее всего, находится здесь. Вот как-то так, да. Ну, в принципе, все достаточно понятно. Посмотрим сам пульт управления. Выполнен он из жесткого пластика. Такие вот джойстики у нас. Самовозвращающиеся. Батарея, как всегда, конечно же, нету. И здесь у нас, по идее, должен быть винтик, но винтика нету. По идее, просто открываем сюда. Маленькие пальчиковые батарейки формата ААА вставлять все должны. Вот, ну что ж. Кнопочки здесь у нас такие клацают. Жесткие. Это on-off. Здесь тоже кнопочки. И также есть на джойстиках кнопочки. Здесь, как я понял, у нас фото-видео. Ну, это все можно посмотреть потом по инструкции. Я еще не пользовался, поэтому не могу утверждать, что и для чего, и как работает. Вот, ну, в принципе, вот такой комплект поставки. То есть, все выполнено вот в таком вот пластике. Ну что ж. Хорошо. Давайте тогда зарядим аккумулятор. Ну и заодно я найду пальчиковые батарейки для пульта. Ну, квадрокоптер, конечно, действительно компактный. То есть, посмотрите, какой большой пульт и какой маленький сам квадрокоптер. Но, как я понял, по рекламным лозунгам, это должен быть один из самых лучших квадрокоптеров в своем ценовом и как бы размерном сегменте. То есть, он действительно среди маленьких квадрокоптеров должен быть один из лучших. Кстати, про цены. Я покупал в Финляндии по цене 60 евро. Ну, то есть, у нас, конечно, может показаться немножко дороговато, но это было еще со скидкой. То есть, так-то он еще дороже стоил бы. Итак, продолжаем обзор квадрокоптера. Надо отметить, что начало видео с распаковкой я заснял еще более месяца назад. Ну, а потом, естественно, протестировал, ознакомился с квадрокоптером, чтобы было что вам рассказать. И теперь мне есть что вам рассказать. Итак, начнем с внешнего вида. Квадрокоптер выглядит, я бы сказал, неплохо. Белый пластик мне нравится. Также, конечно, если он потеряется в траве, его, думаю, будет просто найти. Потому что белый выделяется на зеленом. Черный не так сильно. Ну, да ладно. Про размеры. Высотой 3,5 см. Длина расстояния, точнее, между осями моторчиков 8 см. И размах лопасти, ну, длина лопасти 5,5 см. Весьма компактный. 54 грамма. Всего лишь квадрокоптер весит вместе с аккумулятором. То есть, он достаточно легкий. Я бы назвал такой квадрокоптер микрокоптером просто. То есть, он не мини, не нано, но он такой средненький. Подойдет, кстати, начинающим пользователям. Внутри находится у нас 6-осевой гироскоп. И есть также датчик, бородатчик, который позволяет зафиксировать высоту полета. То есть, даже если мы просто не управляем при помощи пульта, то он остается просто висеть в воздухе, не падает. Это очень хорошо сделано. Мне это нравится. То есть, я советую новичкам покупать вот такие квадрокоптеры, в которых есть бородатчик, которые позволяют отпустить пульт на время и сосредоточиться, если вы хотите там просто сменить направление. Так вот, идем дальше. Про аккумулятор. Как уже было видно из распаковки, 520 мАч. Хватает аккумулятора, если снимать видео, на 6,5-7 минут. И если вообще не снимать видео, то хватает на 8 минут. Ну, это максимум. 8 минут это уже максимум. Аккумулятор заряжается через разъем microUSB, например, на квадрокоптере. Либо его можно снять и заряжать при помощи зарядного устройства, которое шло в комплекте. Ну, вот оно. То есть, вот это устройство. Но оно вам, скорее всего, понадобится только лишь тогда, когда у вас будет несколько аккумуляторов. Так, по идее, я бы советовал использовать этот разъем, чтобы просто не портились контакты аккумулятора здесь. Что интересно, разъем microUSB не позволяет синхронизации с microSD карточкой. То есть, я не могу перекидывать файлы с карточки через этот разъем. То есть, он только заряжает аккумулятор, как я понял. Не знаю, почему так сделано. Ну, а теперь про карточки. Карточка здесь не зафиксирована никак. Это моя карточка. То есть, с квадрокоптером карточка не поставляется. То есть, держится она только за счет трения. Ну, вот так вот. Затем, что интересно, карточки поддерживаются до 16 гигабайт. Тоже очень нестандартное решение. Мало того, что одна из карточек на 16 гигабайт у меня вообще не работала. Почему-то. Хотя, по идее, в других приборах я ее проверил, она работает. Вот. То есть, есть какие-то технические проблемы, видимо. Либо плохой контакт, либо что-то еще. Теперь про светодиоды на квадрокоптере. Включим квадрокоптер. Это у нас зад, это у нас вперед. Если так посмотреть. То есть, задние светодиоды нам говорят состояние аккумулятора. Если они мигают часто, то аккумулятор уже сильно разряжен. Если они вспыхивают два раза подряд, это значит мы сделали фото. И если они мигают постоянно первый, второй, первый, второй, значит идет съемка видео. Спереди светодиоды мигают до тех пор, пока не будет установлено соединение с пультом управления. То есть, вот можно включить. Соединение установлено. Вот. Здесь у нас, то есть, показываются все настройки. Можно сменить режим там. Хейт лес, молд и так далее. Вот. Но это мы сейчас делать не будем. Я вам покажу позже видео с полетами. Что касается съемки видео. Мне непонятно, почему на коробке заявлена 720p камера, а видео на карточке Full HD. Ну, то есть, 1080p. Я не понимаю, зачем это нужно было делать. Потому что качество видео от этого лучше не стало. Наоборот, все стало хуже. То есть, по идее, это просто программно растянутая картинка. И которая занимает больше места, мне кажется, на карточке. То есть, лучше бы сделали так, что оставили бы разрешение HD. И было бы лучше. Что касается дальности полета. Или максимального расстояния от пульта управления до квадрокоптера. По одним данным 70 метров. По другим 100. Но я бы сказал, 70 метров лучше не превышать. Потому что никогда не знаете, как поведет себя сигнал. Насколько он будет устойчив. Поэтому слишком далеко, я бы сказал, лучше не летать. И так, поехали. Запускаем моторы. И снимаем видео при помощи камеры квадрокоптера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, пора садиться. Светодиоды мигают уже красные часто. Вот всё, он садится сам. И выключается сам при том. Вот как-то так. Не, ну в принципе квадрокоптер неплохой. вот и выключаем кнопочкой сбоку снизу вот и потом только пульт выключаем уже вот так ну а теперь заключение я хотел бы подвести итоги и рассказать вам о достоинствах и недостатках данного квадрокоптера ну к достоинствам я отнесу сразу же цену то есть у нас финляндия это один из самых дешевых квадрокоптеров которых есть камера то есть 60 евро я за него заплатил и в принципе даже не жалею работает он хорошо гарантия есть то есть с этим у нас нареканий нету к достоинствам также я бы отнес то что благодаря бородатчику данный квадрокоптер можно рекомендовать новичкам то есть я научился им пользоваться буквально в первый же день то есть все достаточно просто и в принципе как бы разберется даже тот человек который раньше с квадрокоптерами дело не имел то есть квадрокоптер не падает если вы вдруг отпускаете управление если у вас конечно настроено все правильно то он просто парит на определенной высоте именно благодаря бородатчику к плюсам я также отнес бы внешний вид по моему мне кажется внешний вид здесь удался также конечно есть светодиоды как спереди так и сзади которые показывают нам состояние квадрокоптера и по идее он может даже летать в темноте хотя я не советовал бы но он заметен в темноте и конечно же к плюсам я отнесу зарядку micro usb что не нужно снимать аккумулятор как во многих китайских квадрокоптерах который был например у меня ссылка в описании кстати про мой предыдущий квадрокоптер который я потерял увы вот здесь можно заряжать аккумулятор напрямую через micro usb это тоже плюс запчасти тоже существуют данный квадрокоптер на рынке существует не так давно конечно но он существует и к нему можно заказать как лопасти аккумуляторы даже сам корпус и платы и все можно заказать и камер модуль камеры то есть он разбирается тут клипсы и так далее ну а теперь о недостатках главным недостатком я бы конечно назвал качество видео которое делает встроенная камера то есть по моему лучше бы не делали full hd а сделали просто работающий hd и все было бы замечательно также недостатком можно назвать то что время полета ограничено то есть 7 минут это не так уж и много у у нас нет в комплекте защиты которая будет полезна для новичков которые защищают лопасти и глаза и кожу окружающих людей если вдруг квадрокоптер летает слишком как-то непонятно им не умеют управлять то лопасть конечно куда-нибудь да налететь может и конечно синхронизация usb в данном моем случае я не знаю работать она должна или нет может так и не задумано даже было но было бы сделано лучше что карточку не нужно снимать каждый раз а можно просто подключить кабель и скинуть видео на компьютер ну а так в целом конечно я бы рекомендовал данный квадрокоптер для покупки и мне он понравился то есть мне кажется даже хорошо что я потерял предыдущий квадрокоптер я не знаю найду я его еще или нет может он где-то на дереве застрял ссылочки в описании ну а на этом спасибо всем за просмотр видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и всем пока